Очень важный вывод, что таухид, единобожие, поклонение только Аллаху, отказ от поклонения всему, что кроме Аллаха, чистые таухид, чистые единобожие, это из главных причин бараки, благодати, счастья, благосостояния, обилия, обилия имущества. Также из причин получения людьми бараки, благодати и благоденствия и обилия имущества, это уход таких вещей, как ненависть, отвращение друг к другу, зависть друг к другу. Сказано в хадисе его, яфиду маль, яфиду маль, то есть будет много-много имущества. Когда это произойдет? Когда Иис, али и салям, совершит все вот эти вот действия. Будет уничтожен крест, будут запрещены, уничтожены все виды щирка, поставлены преграды перед всеми видами щирка и прочие, прочие, прочие благие действия совершит Иис, али и салям и установится на земле ислам, установится на земле тухид, установится единобожие. Вот тогда что произойдет? Яфиду маль. Обильно посыпется имущество, будет много имущества так, что настолько будет много денег, богатств, что никто не захочет принимать, никому не нужно будет. Будет человек ходить со своими деньгами, со своей садаха, со своей милостыней, чтобы кто-то принял, и не будет находить никого, кто примет садаха. Представь сейчас, человек ходит, у него там тысяча или две тысячи, я не знаю сколько, или больше, ходит, возьмите, 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 долго он будет ходить так? Нет. А тогда человек будет ходить со своим золотом, со своим имуществом, и не будет находить никого, кто будет принимать от него, потому что будет много богатства, будет много барок, будет много благодати. На земле, потому что будет Иса, алейсалам, потому что будут установлены вот эти вот законы справедливости, будет установлено Единобожие, будет установлен Ислам. И поэтому пророк, алейсалату алейсалам, говорит, Благая жизнь, ну как, какой благой, блаженной это будет жизнь после нисхождения Иса, алейсалам. То есть, семь лет где-то, как указывают некоторые источники, то есть какой-то вот этот срок, люди будут жить вот в таком великом благоденствии, вот в таком обилии, в такой безопасности. Так что лев, лев будет пастись возле скота, возле коров, возле баранов, будет салам, будет мир, будет безопасность. И сказано, что гранат, гранат, знаете, какой гранат бывает? Ну, небольшой, да, как маленький такой мячик. Но во времена Иса, алейсалам, что будет? Что этот гранат, его будет хватать целой группе людей. Целая группа, отряд людей, им будет хватать вот этого одного граната. Сказано в хадисе, что Они будут, после того, как съедят этот гранат, такой большой будет гранат, что они будут брать шкуру этого, шкурку этого граната и накрываться, как навесом, все, вот этой вот шкуркой граната. Как навес будет, как зонтик, вот такой будет гранат. И будет дана благодать барака в молоке тоже. Так что, когда подоют одного верблюда, это будет хватать целому племени, целой группе большой, фиан, даже нескольким племенам людей, так много. Корову подоют, будет хватать племени. Подоют ганам, то есть мелкий рогатый скот, будет хватать какому-то роду людей, семье какой-то людей, семейству, роду, то есть часть племени. Это все, что такое? Это все, что такое? Задумайтесь. Для чего эти хадисы нам рассказываются? Это все барака, благодать таухида. То есть поведует таухиид. Если общество исповедует таухиид, единобожие, чем чище это единобожие, поклонение только Аллаху, отрицание всего, чему поклоняется на Русаллах, субханава тааля, чем чище это единобожие, тем больше это барака, тем больше это благодать, это изобилие. Это бывает только при таухииде. И это бывает только когда установлен вот тот изначальный ислам. Во времена Иса, алейсалям, какой будет ислам? Салафия. Иса, алейсалям, какой будет ислам? Салафия. Иса, алейсалям, какой будет ислам? Салафия. Иса, алейсалям, какой будет ислам? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok